Почему вебы идут к тебе и почему льют на тебя? Самая главная проблема тех людей, которые запускают свои партнерки, они начинают их потом душить. Проблема еще во многом связана с менеджерами, которые приходят работать, потому что они такие, сейчас начну давить, поставьте на нас ссылку, а вот вы заработаете столько-столько, ты сам знаешь. С аффилиатчиками вообще-то иногда такие разные люди вообще, совершенно по ментальности, по всему и по языкам, просто разные, разорви просто. Не превращайте это в жесткую корпоративщину. Как ты вообще протолкнул свой оффер, чтобы кто-то за свои бабки отливал там Google Ads, либо Facebook на вас? Я нашел через боль и нашел способ их закрыть. Давай поговорим про партнерку. Вот у вас крутая партнерка. Сколько я видел кейсов запуска партнерок внутри компаний, которые непрофессионально занимаются аффилиат-маркетингом, везде все как-то затухало, загнивало, вебы уходили, либо вообще не приходили. Как привлечь веба, в первых. Вот у тебя есть Local Rent, есть какой-нибудь Hertz, у него тоже есть партнерка. Почему вебы идут к тебе и почему льют на тебя? И еще как ты заставил арбитражников лить на себя за их же деньги? Расскажи вот про эту штуку, как вы это построили. Ага, то есть партнерка, как заставил лить на свои деньги и так далее. Хорошо. Но вообще как-то в какой-то момент Кирилл сказал, что это построено на личном бренде, в моем даже отчасти. Ну то есть сначала это было построено на личном бренде Кирилла, а потом это стало построено на моем бренде, именно в партнерке. Но не совсем я с этим выражением согласен, ну то есть не совсем я в это верю, то что это там какой-то именно личный бренд. Скорее про позиционирование. Самая главная проблема тех людей, которые запускают свои партнерки, они начинают их потом душить. Это, короче, проблема бизнеса и проблема бизнес-оунеров. Это отчасти... У меня отчасти это получилось, потому что я как бы не отдаю за это свои деньги. Как бы это как бы... Ну то есть я хоть и отношусь к деньгам компании как к своим деньгам, и прям очень за них так переживаю, считаю каждый цент, каждый там доллар, но, например, у нас был какой-то момент, что там арбитражник до вот этого кризиса всего заработал, условно говоря, 7 тысяч долларов за месяц. Хорошо. Это хорошо. И... Но ты как бизнес-оунер начинаешь смотреть, а я там себе вытаскиваю из бизнеса 6 тысяч долларов, а какой-то человек, который ничего до этого не делал, просто зарабатывает 7 тысяч долларов. Ой, это известная ловушка. Я считаю, что самое паскудное, что ты можешь сделать, обрезать вот этим людям заработок. 95% людей обрезают. Ну, после этого все идет по одному месту. И это проблема, которая просто бесконечно присутствует. То есть по большому счету я выстроил работу, когда я... У нас, опять же, главные конкуренты не Hertz или Avis или еще что-то, это Discover Cars, у которых тоже хорошая партнерка, но она проигрывает нашим, Rental Cars, которые тоже всех пытаются там подвязать на свою. То есть именно агрегаторы и другие, которые работают через эту систему. И когда меня... Вот я пришел в 2018 году в компанию как именно Affiliate Manager, я думаю, а дай-ка я пройдусь и посмотрю, а почему вы с нами работаете, а почему вы с ними работаете. Ну, то есть проблема еще во многом связана с менеджерами, которые приходят работать, потому что они такие, сейчас начну давить, поставьте на нас ссылку, а вот вы заработаете столько-столько. и зачастую они не дают никакого value, типа ты такой... Менеджеры-партнерки. Да, 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 да. То есть ничего этого нету, потому что они такие приходят к вебам, которые вроде бы уже могут и умеют... Зачастую это вебы, которые умеют зарабатывать и 10, и 20, и 30, и 50 тысяч долларов в месяц, и приходит какой-то человек, который там работает за 1000 евро в месяц, и им говорит, сейчас я вас научу зарабатывать. Ну, то есть они неправильно, неправильное позиционирование всех в этом рынке. Ну, то есть это очень странно, потому что они говорят менеджерам, нанимают какой-нибудь оунер, нанял менеджера-партнерки, или сам ее начинает двигать, и такой, сейчас я тебе там покажу, как ты начнешь зарабатывать миллионы и так далее. Прямо начинают слишком много заливать. А как надо? Они надо, надо приходить и посмотреть, какие есть проблемы. То есть у меня вообще выстроенная работа так, что у каждого моего аффилиата есть какая-то своя проблема. Кто-то очень хорошо работает с Пинтерестом, кто-то очень хорошо работает, через контекст умеет проливать, через свой бложек он это умеет делать. И он не умеет работать там так-то. Потом другой, я вижу, что у него уже он зарабатывает там 20-30 тысяч евро в месяц и все делает сам. Я начинаю ему говорить про то, что тебе нужно нанимать людей. Я начинаю ему помогать простраивать команду. Ну, то есть, по большому счету, идеальный кандидат на работу аффилиатки это тот, кто просто приходит и начинает думать под конкретного человека. То есть, такой, который решает их задачи и проблемы. И при этом не приходит и не пытается задавить. Сейчас я вам расскажу, как зарабатывать. Ты приходишь такой, вот у нас просто рассказал о том, что она есть. И потом начинаешь пытаться встраивать, ну, как бы, сколько ты можешь заработать, как ты можешь заработать, как на твоем трафике ты можешь зарабатывать. и пытаешься как бы решить проблему и ему что-то, соответственно, предоставить. То есть это суперориентированный на клиентов чувак, который готов им помогать, слушать их проблемы, предлагать оффер, вместе решать, как его можно на их трафике развить. И плюс еще помогает вне оффера каким-то своим опытом, бэкграундом, либо ресурсами компании, которые выстраивают отношения один на один, а не то, что пуш ему в партнерке всем послал. Вот так вот. Это как бы, я понимаю, что это проблема определенная. Но даже Кирилл это понимал. Он когда вакансию публиковал, он написал, человек, который на этой вакансии, он очень должен любить людей, как бы это сложно не было. Ну потому что ты, как бы, по большому счету, так и есть. Потому что они настолько все уникальны, настолько уникальны у всех кейсы. Ты сам знаешь. С аффиллядчиками вообще-то иногда такие разные люди вообще. По ментальности, по всему и по языкам. Просто разные, разорви просто. То есть да, и ты понимаешь, что они еще у тебя могут работать. Кто-то сидит в Колумбии, кто-то сидит в Таиланде. У них разные проблемы, у кого-то там дети родились. И при этом они зачастую могут зарабатывать больше, чем твой бизнес. Они могут иметь разработческие команды. Такое тоже есть. Видел таких знатких, ребят? Да, у нас есть аффилиаты, которые, если так посмотреть, они в принципе, у них и трафика, и заказов в год по всему миру больше, чем у нас. То есть это аффилиаты. И мы с ними работаем не как аффилиаты. То есть не вебмастер. Это прям B2B. То есть у нас, например, мы работаем со скайсканером. И у нас это как бы тоже через аффилиатку идет, по большому счету. Но это B2B интеграция. Но это другая история. Это как бы другая, но там подход тот же. Я даже когда с ними работаю, я смотрю. То есть чтобы интегрироваться туда, тоже надо иметь вот этот подход. То есть типа как, а что, какая задача есть. То есть думайте, где, то есть всегда думайте, когда вы устраиваетесь на работу. Когда вы начинаете с кем-то партнериться. Думайте, какую пользу вы можете дать в первую очередь. Мне очень не нравится подход, когда люди такие, я смогу зарабатывать 5000 долларов. Или там мне нужно 10 тысяч долларов. Я вот хочу, чтобы меня не уволили. Чтобы меня не уволили, я должен сделать этот KPI. Ну там, чтобы подключить 10 вебмастеров, например. Это не совсем правильно. Смотрите, где value и зачем вы вообще нужны. Но KPI тоже нужно. На чем будут вечно ходить, болтать и никого не подключат. Здесь очень интересная история. Здесь расскажу наш кейс. Он был необычный. Потому что когда мы начали работать в первый год, у нас был KPI по продажам. Сколько новые партнеры должны сделать продаж. И в какой-то момент времени, через месяц, я понимаю, что текущей системы это сделать невозможно. Просто физически невозможно. Я такой, я упертый. Ну я такой, но при этом не хотел отступаться и так далее, и так далее. И я там первый контекст. У нас не было тогда контекста вообще. Запустил на свои деньги. Я такой. Крэйзи чувак. Ну да, да, да. То есть я такой, блин, хочу попробовать. Потому что мы что-то с ним говорим, с Кириллом. И он говорит, да блин, это не работает. Мы пробовали, там экономика не сходится. А когда я пришел, там было 8 стран. А до этого было вообще 5. И там действительно, скорее всего, не сходилось. Но мы же там чуть-чуть улучшились, оптимизировались и так далее. Давайте будем пробовать. И я там нашел чувака, который начал пробовать, который начал лить. Я такой, вот тебя там закинь, попробуй, пожалуйста. То есть причем очень честно, Кирилл тоже дикий ему респект. Потому что он как бы доверился. То есть я мог что-то там где-то нахимичить, но я прям совершенно честно хочу, чтобы получилось. Но я понял, через месяц работы по текущему KPI, я понимаю, что вообще не сходится экономика. И это просто в никуда идет. Ну то есть, ну все. То есть здесь я бы скорее сказал, что у вас должно быть такое плавающее KPI. И прям вот проосознанность. Вы как владелец бизнеса, или сами это делаете, или вы когда нанимаете. Вы должны же понимать, что возможно сделать, а что невозможно сделать. Когда это можно сделать. То есть не загоняйте людей в то, что там это заранее невозможно. Вечная галера тоже это никому не нужно. Да-да, вечная галера, она убивает, потому что я смотрю, вот хорошо, у нас условные конкуренты Discover Cars. Там работает три affiliate менеджера. Я один, и всегда их как бы там, где мы выходим, у нас получается лучше. Потому что когда я спрашиваю, как они работают, и большой им респект, я их очень люблю как компанию. Но когда я спрашиваю, как работают их менеджеры, или head of affiliate, или еще что-нибудь, они такие, вот они мне опять написали, поставьте ссылку вот сюда, а потом на вот эту страницу. И все, и что-то по письму. Для серки, типа, для освоения. Да, и здесь я по отношению к владельцам бизнеса, если вы нанимаете особенно менеджеров, не превращайте это в жесткую корпоратившину, и не убивайте. Зачастую вот это вот контакты и личное развитие какого-то конкретного партнера, аффилиата, сама компания убивает. Потому что они такие, у нас есть четкий корпоративный способ взаимодействия с клиентом, там как там с партнером. Пиши только на почте, только в эту почту, только в рабочее время. Я, блин, у меня бывает... То есть, аффилиатка-то не работает, здесь просто отношения людей сильно влияют. У меня бывает, у меня есть аффилиат, который мне стабильно звонит в 3 часа ночи в субботу. Просто вот как каждый месяц, там мы вот на 3 часа, я такой, ну поехали. Мне прям это вписано в график. А как ты заставил хлебов, либо аффилиатов, которые лили на другие аффера, сказать, вот у нас есть тачки, как бы полей на нас, вот, допустим, там CPI 40 долларов или 50 долларов. У них же есть выбор. Бинарка, казино, какая-то похудалка, ну любая другая дрянь, которая платит 150 долларов. Как ты вообще протолкнул свой оффер, чтобы кто-то за свои бабки отливал там Google Ads, либо Facebook на вас? На самом деле... Почему они работают? Я нашел боль у них. Я нашел через боль и нашел способ их закрыть. Был я такой, я пару ребят у нас нашел, которые там периодически с нами то работают, то не работают, ну как бы рьют периодически. Познакомился с ними в Голландии на конференции. Я прям почувствовал вот эту очень сильную боль, что люди откручивают, ну, арбитражники, кто знает, кто не знает, вот этих конференций, арбитражные конференции. Да, да, да. Это отдельный вид искусства, там, на самолетах, там, просто выкупают города, мне кажется, просто там все вот эти европейские зарплаты можно выкинуть. Просто, да, на чай оставить в ресторане просто. Да, на чай, да, 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 это просто какой-то бред вообще. Но эти люди, они живут там, они откручивают миллион евро в месяц, и там у них маржа как-нибудь, там, 50 тысяч евро. То есть, у них риски колоссальные, поэтому обороты колоссальные, они с ума сходят, они седые, там, в 25 лет уже все полностью, ну, потому что это стресс. Ну, конечно, в минус ушел, все, ты должен... В минус, да, ты там миллион должен. Ну, арбитраж не для меня, честно. Я когда-то поигрался в это, и после того, как у тебя отлетают аккаунт, либо ты отлетел в минус 10 тысяч долларов. Нет. Ну, это страшно, да. Не моя тель, совершенно. Да, да, и там я у них увидел боль, что они на самом деле, арбитражники, они хотят... Основная цель – это люди, которые хотят заработать. Ну, вот, в смысле, основной портрет арбитражника – это человек, который хочет заработать денег. Желательно побольше. И, в принципе, высокорисковый, что нам тоже хорошо, потому что мы не суперизвестный бренд. Но у них есть очень важная боль. Они на самом-то деле хотели бы лить на белый оффер, но им не дают. То есть, это вообще нормальная история, что белые офферы, потому что с ними работать проще. Ну, а платят фигово обычно. И они либо белые офферы, с которыми можно работать, либо платят меньше, либо имеют in-house полностью платный контекст, и вот это все держит. Либо партнерку дебильная, кривая технически. Либо партнерка технически. Потому что денег нет, типа, больших. Да. Как казино. Да, зачастую. Вот даже вот этот третий пункт, его можно убрать. То есть, вот эта партнерка, если она просто там что-то считает, переходы и деньги тебе... White Label, в зал чей-то и все. Да, да, и нормально. Хоть так. То есть, вот эта вот комбинация очень простая, что просто она белая, и там вообще можно лить платный трафик. Все. Приемлемая цена, и ты выплачиваешь, не кидаешь, нет фрода, да? И получается, у них не отлетают аккаунты, они спокойно их прогревают, развивают. У них в Эдс есть менеджеры, они кайфуют. То есть, люди на самом-то деле, удивительно, да, там опять включаем эмоциональный интеллект, просто хотят зарабатывать деньги чуть больше, чем там на работе, условно говоря, и им просто надо помочь это сделать. Окей. То есть, это очень классно, очень удобно. У нас вот арбитражник, который лучший, он вообще бывший программист, который сказал, ну что-то мне он стал сидеть на зарплате, хочу развиваться, хочу пробовать, хочу больше свободного времени. И он там вообще какие-то там свои автоматизацию, там пишет свою автоматизацию, чтобы там был автотест, ну, авто это как называется, авто, не аукцион, ну, типа, то есть... А, автобидер. Автобидер, автобидер свой собственный сделан, потому что этот, говорит, не работает. Ну, да, есть типа... Не прикольно, технарии, инженеры сидят такие. Технарии, инженеры, да, очень здоровские, но ты просто закрываешь их боль, и дальше просто масштабируешь, и все. По развитию партнерки, взаимодействию с твоими вебами, как лить, что предлагать, понятно, спасибо, крутая вообще инфа, я надеюсь, что она поможет нашим зрителям не загадить свою партнерку, не порезать выплаты, а наоборот помогать развивать ребят. Такая штука, вот ты хочешь сделать партнерку, например, в локал ренте, где взять вебов, где вообще их найти, где о них узнать? Куда ты пойдешь искать вебов, либо как вы это сделали? Россию берем, или Америку. Давай Россию сначала. Россию. Россия, если, допустим, вот в тревеле, вы находите там... Это, скорее всего, будет либо адмитат, либо если это travel, то travel payouts. Там, может, какие-то там индолицы, еще что-нибудь, там CT ads тоже присутствует. Ну, то есть, это все есть, плюс еще, ну, там, разные сервисы какие-то отдельные. То есть, в сетку сразу идти просто с оффером? Там, в сетке, ты хотя бы можешь посмотреть, кто работает, какие компании, и тебе самое главное в данный момент зайти в тусовку, потому что всегда есть какие-то закрытые чатики, группы в фейсбуке, там еще там-то, 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 там-то. Это все есть. А сетка тебе покажет, что за веб льет? Или у него там никнейм будет просто? Там, да, там будет, поскольку, понятное дело, что ты не хочешь, чтобы ты переханчивал себе напрямую, они будут просто показывать. Ну, тебе хотя бы начать работать, это поможет. Ну, то есть, мы же говорим про то, что вообще, где найти первых вебов, условно говоря. Окей, идешь себе и сетки, наверное, можно. На самом деле, у нас Кирилл в свое время сделал очень хороший ход. У нас LocalRent, на тот момент MyRandCar, был одним из самых первых офферов в Travelpayout. Просто одним из самых первых. Я помню, кстати, этот момент. То есть, там было, там, KiwiTaxi был, LocalRent и все. Трансферы от KiwiTaxi. Да, да, трансферы от KiwiTaxi, и, в принципе, все. Потому что они были совсем маленькие, никому не нужно. Это как бы был Travelpayout, чтобы вы понимали, это фактически отдел маркетинга Aviasales. То есть, от Aviasales у них, они говорят, вот на нас льют, давайте-ка сделаем отдельный продукт. И там был Aviasales, мы и его трансфер. Ну, и впоследствии, ты как бы уже, когда начинаешь, то есть, когда ты с кем-то одним познакомился, ты просто спрашиваешь. Люди, кстати говоря, не общаются. Ты с кем-то познакомился, с каким-то вебом, с каким-то арбитражником, ты попроси, а кто еще есть? Кто льет на эту нишу? А где вы вообще, где вы до этого познакомились? А как ты в эту сферу попал? Ты просто задаешь наводящие вопросы, и ты это все раскручиваешь, потому что это вообще несложно. То есть, ты понимаешь, как продажник, что тебе надо узнать, где комьюнити, например, чуваков, в которых есть travel-блоги. Ну, понятно, что надо на Travelpayouts на совку сходить первое сразу, если ты хочешь у них забрать. Если travel, то да. Да, ты говоришь, какие у вас есть чатики, какие есть конфы свои, какие метапы какие-то. И ты просто начинаешь туда приходить, и забирать вебов. Опять, кстати, даже при забирании вебов, я такой, с Travelpayouts, поскольку я люблю, и все эти сетки часто люблю, я начинаю говорить, что там, я как бы даже и не говорю об этом, потому что про вот это вот переханчивание вебов постоянно, это как бы такой вопрос спорный, потому что там, а кому надо, кому не надо. Здесь вопрос в том, что если вы не выполняете роль свою, как сетки, вы не развиваете моего веба, вы не обновляете материалы, тогда у меня к вам вопрос, и тогда я считаю, что чуть ли не имею права это делать, потому что вы не выполняете свою работу за свою какую-то комитет. Я здесь не имел в виду именно у сетки забирать, а вот есть вебы, которые льют на других. Вот, например, я смотрю топ-выдачи по каким-нибудь, по тачкам, по арендной тачке, вижу, что кто-то написал по лонгриду бложики какие-то, да, вижу, что они льют просто на кого-то либо директом, либо там... Это, кстати, вообще супер норм демо, то есть серия того, что... Пишешь просто им на имейл, либо там контакты, Ваши конкуренты увидели, просто загуглили, посмотрели, кто там в топе, кто как вообще есть, где он появляется, как о нем узнали, как вы о нем узнали, вы знаете, там узнали о каком-то своем конкуренте, вспомните, а как вы про него узнали, а потом узнавайте, как бы, как у них маркетинг строится. Кто не знает, наверное, все знают, SimilarWeb, ну, отличный инструмент, просто он бесплатный на том этапе, который вам нужен, просто посмотрите, топ-5... Цепочек трафика, который входит и выходит. Да, и, соответственно, топ-5, кто льет, там просто сразу понятно становится, он либо сетки льет, либо там с гугла, либо сиошки, разбивку по трафику, SimilarWeb, бесплатная версия, вам достаточно будет для первого этапа. Либо можно купить на Fiverr, либо на Quark выгрузку платную, кстати, за 10 долларов. Кстати, хороший вариант. Очень крутая штука, типа он тебе распарсит все источники, ключи как он проливает. Да, потому что у кого-то есть доступ, они просто перепродают фактически все. И давай поговорим еще про один канал, который ты хорошо умеешь запускать, я знаю, это инфлюенсеры, блогеры, как говорится, всякие, подкастеры, тиктокеры и прочие, прочие ребята. Вы вроде как-то системно с этим выстроили работу и у вас есть интеграция в классных видосах. Как вы находите, у кого брать интеграцию, какой у тебя критерий принятия решения, чтобы взять интеграцию и рецепт крутой работающей интеграции? По большому счету, если мы говорим про инфлюенс маркетинг, это та же афилятка, которая просто теперь в блогах у нового типа людей, по большому счету. Потому что я отношусь к инфлюенсерам именно как просто SEO-шникам, по большому счету, которые там таким контент-проектом. Владельцем аудитории. Владельцем аудитории. У меня, соответственно, допустим, под каждую социальную сеть есть своя стратегия. У меня даже уже под LinkedIn и Twitter появляются потихонечку, потому что там тоже лидеры мнений. То есть мне, по большому счету, как маркетологу, мне не важно, откуда трафик, брать. Мне главное, чтобы он был. Соответственно, я отношусь к, допустим, YouTube. Я смотрю, как работает, разбираюсь, берем любую сетку, смотрим, как там работают алгоритмы сейчас, в данный конкретный момент. Потому что они обновляют каждые 2-3 года. Это просто уже бесит, но тело тебе нечего. Так устроено, наверное. YouTube, соответственно, берем. До 2018 года, 2019, там был такой лайфхак, что часовые видео, они считали, короче, у них самая главная метрика показа YouTube, роликов, была в том, что если у тебя, короче, Total Watch Time, у тебя кто-то снимает ролик на час, там, по Ведьмаку, и его, конечно, могут посмотреть и 15 минут. Но какое-нибудь супер офигенное, классное видео, которое с концентрированным контентом, оно 10 минут длится, его максимум можно посмотреть 10 минут. Да, почему? Потому что там можно рекламу больше впихнуть. Да, еще и рекламу. И они такие, а, Watch Time больше, больше рекламы показал, показываем это выше. Они наконец-таки это поменяли к 2019 году, и теперь там и ретеншн, и там и вовлечение, чтобы и лайки, и дизлайки ставил. То есть, дизлайки тоже хорошо, кстати, поэтому всегда говорят, ставьте лайки или дизлайки, потому что это просто помогает вам, кстати, ставьте лайки или дизлайки. Прожмите, кстати, прожмите лайки на видосик. Соответственно, то есть, любое взаимодействие с видео, это хорошо. И изучили, короче, это не уходим в алгоритмы, изучили, как работает алгоритм, допустим, на YouTube, и вот YouTube у нас интеграции делится на два способа. Один это, который такой, все-таки чуть-чуть мы в России уже в бренд играем, ну, то есть, из серии того, что мы уже известны, у нас уже много нашего собственного брендового трафика, и вот эти вот лишние касания не будут лишним. Ну, то есть, с инфлюенсеров я очень люблю вытаскивать их собственную аудиторию, до которой мы могли как-то, какими-то способами не дотянуться. При этом мы как-то стараемся к себе подвязать и там сделаем две-три интеграции минимум, чтобы у нас они были как амбассадоры, то есть, как вот этот человек, который вот опять куда-то едет там на машине, то есть, например, у нас было три интеграции с Каролиной Кенон, то есть, она не в тревеле, она просто девочка, которая про себя все время про жизнь рассказывала, рассказывала, а потом в какой-то момент начала там со своим молодым человеком ездить на машине. И я такой, а давай-ка поездишь и на нашей. И она прям по нашим странам, и я такой, ну все. И от нее на самом деле трафик стабильно идет, такой вечно зеленый контент, все время генерирует продажи, ссылка в описании. Видео замедляется, но все равно просмотры есть, и у тебя постоянно трофлоды гоняют. Это еще и для SEO-шки хорошо работает, ну короче, вот это у нас есть такой тип амбассадорства слэш какого-то вот такого продвижения, и второй тип, это четко прям вебмастеры, которые пришли на YouTube, которые прям аренда авто в Грузии недорого, аренда авто, карта там, только русской картой, или там аренда авто в Грузии конкретно. Такое есть, они снимают видео? Да. А снимают видео сами вебмастерами, а не актеров нанимают? Это студии, которые снимают вот это? Есть те, которые нанимают актеров, есть те, не актеров, а которые просто там как-то озвучивают, озвучку и еще что-нибудь. Работают вот эти вот рисованные ролики? Боже, да. Я знаю, как вводить в топ, но я думаю, что конверт с них будет фигово. Да, потом еще, соответственно, ну, лучше всего работает, когда веб, который тоже понимает, я им просто всем, кто контентные проекты в блоге пишет, я говорю, делайте видео, YouTube заходит, там он помогает вам и SEO, допузнаваемость, там, то есть я прям заставляю своих аффилиатов научиться делать видео, пожалуйста, я говорю, это просто must have уже, чтобы выжить, пожалуйста, делайте, пожалуйста, делайте. С ними что, просто там арендуть на Local Rent, типа и все? Ну, они нет, они все-таки рассказывают особенности, то есть вот этот ключ, аренда авто без депозита, например, и они рассказывают, вот есть такой фильтр, можете нажать на сайте Local Rent, выбрать машины без депозита, вам найдутся, и там, соответственно, аренда авто в Турции, так-так-так-так-так-так-так, и это работает, то есть если вы сейчас ведете аренду авто в Турции с русской карты, мы будем на первом месте, там будет у нас один-двадцать апелляторов. То есть они по CPA дают, они не за деньги? Они, вот эти вторые, которые без бренда, они уже в основном по CPA, и мы им бывает, поскольку я знаю, что здесь тоже индивидуальный подход, потому что снять видео дороже, сложнее и так далее, и так далее, я всегда рад докинуть там денежку какую-то, что давай как-то мы тебе поможем. При этом я также говорю, чтобы был контент хороший, лучше бы, чтобы вы нашим сервисом попользовались, попробовали, посмотрели, потрогали, это будет еще лучше. То есть, опять же, и клиентам польза, и нам польза, и людей не обманываем, то есть мы опять же про честность, про зрачность. Как ты выбираешь блогера, у которого делают интеграцию? Минимальное количество подписчиков, либо ты запрашиваешь статистику досмотров, там видео, на какой минуте ты это делаешь? Вот первая интеграция, когда вот, с живыми, не с рисованными видео, а с живыми блогерами, почему-то у этого ты возьмешь, а у этого никогда нет. Ух, целая наука. Очень коротко попробую. Есть история в том, что, например, Каролина Кеннон, которая замечательная. Я знаю, что она блог делает семь лет. Очень лояльная аудитория, такая камерная, лояльная аудитория, которые с ней уже просто года прожили, и я знаю, что она, и она очень следит за те бренды, которые она рекомендует. То есть, вот это, если я сделаю бренд эвернесс замечательный, он у меня с тем блогером, который имеет свою аудиторию, планомерно, с ней долго работал, то есть, нету вот этого, там, какие-то вбросы непонятные. Я не рекламирую, не рекламируемся мы там, и у тех, у кого слишком много рекламы, и она постоянная. Ну, то есть, вот это, для нас самое хуже работает. Там банерная слепота уже, проматывает. Опять реклама, опять реклама, все понятно, вот эта вся история. Я вот таких стараюсь не брать, я выбираю более таких под нас, под нашу аудиторию, более лояльную, нормальную. Соответственно, те, которые просто под все ульют, это вот на самом деле, я не всех, есть просто, которые захотели в свое время делать YouTube-канал, и если они не знают, как это делать, я их обучаю. То есть, я говорю, что вы со своим контентом никогда не будете известным, там, какими-нибудь, я не знаю, дудем, условно говоря. Но, я говорю, что вы можете зарабатывать с партнерки, вы можете зарабатывать там, с просмотра, потому что у вас будет там реклама размещаться, которая более, там же, которая у них, показ рекламы тоже будет более дорогой. Ну, то есть, потому что это будет под конкретный, ключевой запрос, и там, те, они будут зарабатывать на этом видео больше денег. Вот, поэтому, то есть... То есть, те, кто трушные, у кого есть такая злом термо аудитория, типа, хорошие камерные такие, ламповые блоги. При этом, можно их и находить, учитесь тоже, я в свое время насмотрел когда-то на то, как делает авиасейлс, всегда понятно и видно, это, наверное, насмотренность помогает, но, какие каналы зайдут, какие нет, почему зайдут, то есть, должна быть вот эта аутентичность. На YouTube очень важна аутентичность, и чтобы не было вот этого, это вот просто как, ну, то есть, просто такой продакшн, продакшн, продакшн. Штамповка какая-то. Да, если штамповки нет, то это хорошо, то есть, вот, не гонитесь за этим, за такой посредственностью, скажем так. И, инфлюенс-маркетинг характерно, как и мы сейчас только по YouTube говорили, но, это характерно, то, что я сейчас скажу, и для Instagram имеет смысл, и для TikTok, и для всего остального. В инфлюенс-маркетинге очень сильно и очень быстро выгорает аудитория. В контексте ты работаешь с тем, что вот запрос есть. С разной просто. С разной, постоянно этот, все у тебя классно. А с аудиторией, которая у конкретного блогера, у той же Каролины, ну, то есть, мне там 10-20 раз делать, уже бесполезно. Но 3-5, чтобы не переманил никто стоит, чтобы она вас... как-то поддерживать, то есть, здесь надо смотреть, потому что аудитория слишком быстро выгорает, и она конечна. Она прям конечна. То есть, у тебя, ну, то есть, если ты сделаешь 20-30 рекламу у Дудя, тебе уже на пятый, на шестой... Не будет эффекта. Эффект уже упадет настолько, что он вообще не имеет никакого экономического смысла. То есть, у тебя подписываешь контракт, даже если ты хочешь с кем-то такое амбассадорство, ну, там, 3-5 видео, это вот... 3-5 видео. Окей, зафиксировали. 3-5 видео делаем, в Ютубе выбираем самобытных блогеров со своим стилем подачи, а не просто штамповка либо актера. Про, наверное, того, как это оценивать. Ну, просто трекинг ссылку ставишь, смотришь, перешли, не перешли, по-другому нет. Еще одновременно с этим, с Ютубом, вообще, суперинсайдерская информация, там, мы говорили с Гуглом и со всей этой историей, с Ютубом умножайте на 3, там, так называемый показатель мультипликатора 3,5. Это что значит? Это его, ну, вот эти вот переходы с Ютуба, они намного сложнее даются, чем переходы с контекста. То есть, это как бы история в том, что у тебя один переход с Ютуба стоит, на самом деле, как 3,5 с других источников типа SEO или контекста, особенно там контекст, потому что конверсии хуже, но при этом реклама нам все равно остается у человека, как бы в голове. И там бывает такое, что Ютуб нехорошо, не совсем правильно трекает переходы, там, не так кликнули, потому что по новым политикам, по всем этим полюси этого Apple, там у тебя просто стирается кулка, перезатирается. А я через треки выставлю, через китары прокидываюсь. Вроде бы да, но там смотрели, как они высчитали, вот почему она инсайдерская информация, потому что Google там общался с одними ребятами, которые хотели оттрекать очень хорошо влияние именно и бренд-эвернесс, и всего вот этого на непосредственном продаже. И Google, поскольку YouTube это часть Google, они им дали такие инсайды, которые посмотрели, что вот когда было первое касание с этой рекламой, и когда он потом это все купил, потому что в принципе… Связь есть? Есть, ну там типа на самом деле 3,5, ну то есть x3,5, то есть 3,5 вот этот мультипликатор, количество продаж, которые вы видите у себя со всеми супер-хорошими трекерами того, что есть на самом деле. Оно больше будет? Больше, больше. Скрытые продажи, YouTube почему-то дает такие продажи, которые ты не можешь оттрекать, потому что человек вспоминает, я вчера смотрел видео, мне надо зайти, вот мы когда делали интеграции на одном канале, не буду говорить, чтобы конкуренты, греханители, блогера, ну прям очень хорошо залетело, мы заработали. Я хочу сказать, вот вам кейс, Elbrus Coding Bootcamp, там замечательный блогер IT-борода. Видел я его, смотрел, почему-то не показывается больше в рекомендациях, не знаю. Ну да, он чуть-чуть спал, ну там по понятным причинам на самом деле, почему он не попадает в рекомендациях, но короче, у этого блогера они сделали, Elbrus сделал интеграцию, и там столько было продаж или до всего такого, что там один, вот на самом деле в инструмент-маркетинге, если ты попадешь в своего нужного блогера, особенно если ты там более такой высокий средний чек, там B2B, там он тебе может дать просто бизнеса на целый год. Да, да, такие кейсы бывают. Что делать с инфлюенсерами в Инстаграме? Все еще работает? Нет, я Инстаграм на самом деле очень сильно не люблю, они настолько постоянно, ну это Фейсбук теперь, поэтому запрещенный. Мы здесь все запикаем на монтаже. Да, соответственно, Инстаграм постоянно режет охваты. Что это покупать там какие-то интеграции? Интеграции там имеют смысл у таких, сейчас, там есть блогеры, которые действительно работают как Google карты, которые там привязаны к какой-то точке или ходят как-то вокруг какого-то места, там у них вот такие... Для local бизнеса, например. Для local бизнеса может стоить, потом одновременно с этим может стоить для тех, у кого как-то завязаны на какую-то, сейчас скажу, на какой-нибудь массовый продукт, например, то есть опять, что-то вы хотите вот продать, как там вот этот Уди, то есть там вот эти одеяла, что-то просто посев сделать. Посев, возбудить в мозгах знания о товаре продукции. То есть вот кучу всяких товарки можно через нее гнать, но Инстаграм, вот ты делаешь 50-100 интеграций, находишь маленьких, больших, стараешься делать максимально дешево, и просто вот очень сильно зависит от ниши, очень сильно, и смотрите на то, как у вас работает, не работает, но вот эти вот точно не работают супербольшие блогеры. Там накрученное часто все, там статус накрученное, 30-40 процентов это стандарт рынка, это считается еще хорошо, когда накрутки и боты, потому что Инстаграм вообще с ботами плохо борется. Охваты будут там 10-20 процентов, там если она там, не знаю, там уже замуж вышла, какая-нибудь девочка или еще, кто-то может там до 40 процентов подкинется, но это исключение. Ты там интеграцию не воткнешь. Да, интеграции у таких Инстаграм, вот эта вот известная Ксения Бородина и как и Оля Бузова, которые просто из этих 50 сторис у тебя там 20 рекламных, ты уже просто, это хуже баннеров, потому что они же сами это постят, у тебя уже все замылено, это... И там аудитория, не знаю, что им можно продать. Вот это все не имеет смысла, имеет смысл в Инстаграме вот эти локальные, какие-то эксперты, какие-то вот... Вот, например, есть гид по Дубаю, какой-нибудь крутой для русских, и ты у него покупаешь интеграцию для своего проката машин в Дубае лакшери. Да. Это прикольно. Это прикольно, потому что у тебя есть лояльная нормальная аудитория, которая имеет к этому смысл. Да, супер. При этом, если вы вот всякие там трэш продаете, там уже имеет смысл на более широкую... Там Бузово как раз, вот, где можно продать, продать говно с ложки, Даже бы даже не там Бузово, я бы просто искал тех, там, ну, например, там есть всякие блогеры, которые не блогеры, а каналы, которые вот эти вот скидки всякие рекламендуют. Там действительно сидят люди, которые хотят, типа, сэкономить, ну, это как не блогеры, но это как, типа, как способ, ну, как канал продаж, это вообще можно хоть как-то использовать. Инстаграм, поэтому, ну, платную рекламу пробуйте через него, на самом деле, отдельно через Инстаграм на вашу... Таргет работает? Таргет, типа, работает, потому что это полностью такой рекламный инструмент. Реально оригинального контента там почти теперь ноль, ну, близок к нулю, на самом деле, к сожалению. Что с Телегой? Интеграции в Телеграм-каналах работают? Интеграции в Телеграм-каналах работают лучше всего сейчас. То есть, Телеграм-каналы в B2B, в B2B особенно, в B2B, в каких-то экспертизах, каких-то там travel, бизнес, айтишка, всякие там SaaS-сервисы, все работает. У всех, с кем я не поговорю, Телеграм-каналы одно из самых лучших способов коммуникации. Где искать каналы, на каких сервисах где интегрироваться, по тематикам посмотреть? Я это... Это кошмар, это боль. В принципе, есть не так давно, они запустили официальную рекламу, то есть, ты можешь закупать через какие-нибудь сервисы сторонние, потому что там есть... 2 миллиона долларов минимально. Да-да-да, минимально 2 миллиона долларов, но есть куча сервисов. Типа Елама, например. Типа Елама. Именно я хотел, Скайверс, я думал, говорит, не говорит. Елама нормальные чуваки, мы можем ссылку оставить. Елама нормальные действительно чуваки, люблю их в целом. Костя Нычуков и Хамбаса дурача. Да. Кайфовый тип. Кайфовый тип. И именно через Еламу ты можешь пробовать вот этот, у них есть доступ к вот этому рекламному кабинету, ты можешь пытаться сам крутить рекламу, но это другое немножко. Я за то, чтобы находить, опять же, четко, это как, относимся к этому, как к инфуэнс-маркетингу, если это не канал какой-то общий, именно вот находить людей, которые ведут свои собственные каналы. По тематике? По тематике. У меня есть, я познакомился с девочкой-маркетологом, например, вот кейс B2B своих. Она маркетолог, она там двигает онлайн всякие школы, и она там ведет, просто рассказывает про свои кейсы, как она работает. Она говорит, что она с Телеграма, заработала ей, ну, мы там с ней пообщались, она говорит, что у нее пришло больше 90 клиентов, там, со средним чеком больше 100 тысяч. Неплохо. Там просто она столько откручивает, ну, там у нее уже команда разрослась из-за этого раза в 4. Которые спамят в разных каналах, условно, свои рекламы. Нет, 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 у нее в смысле помощники, именно как агентство она фактически, она сделала свое агентство, увеличила там в 4 раза, не по количеству спама, она, у нее единственный способ привлечения клиентов в Телеграм. То есть она ищет инфо-цыган, которых надо продвигать, их продукт условно, если упростить, да? То есть там, где каналы про какой-нибудь инфобизнес, онлайн-школы, она там размещает рекламу, я там продюсер, либо маркетолог онлайн-школ, они смотрят и... Через свой, просто через свой, она конкретно... А, через свой канал? Просто через свой канал, она просто вот посмотрите, скиньте кому-нибудь и просто свой канал. И она даже ничего не делает, она даже посев не делает. Я к тому, что насколько он хорошо конвертит, этот канал. Ну, то есть с посевами вот эта вот экспертность, бывает, что кто-то обменивается, там два эксперта встретились, обменялись, аудитория, это тоже коллаборация, они тоже присутствуют, но глобально в Телеграме растет хорошо органически, там типа по рекомендации, потому что в Телеграмах, все сидят в Телеграме, все там общаются и типа добавятся в чатик, там кто-то друг другу вы друг другу скинули, прикольный канал, вот здесь я смотрю классные кейсы, и тебя вот так вот закидывают. Мне нужен эксперт какой-то, ты просто, поскольку в России Телеграм стал чуть ли не самым главным инструментом для работы, они такие, вот, блин, мне нужен маркетолог, я на эти маркетолога, там же в Телеграме ищу, то есть это какой-то феномен просто. Телеграм, он настолько крутой и настолько эффективный, что Телеграм я бы, особенно B2B, да ты и B2C находил и использовал на полную. Прикольно. Хорошо, поняли по инфлюенс-маркетингу. Ребята, если вам интересна какая-то тема, которую Сережа может рассказать отдельно, потому что у него дофига опыта. Инфлюенсеры, как правильно там выходить на западные рынки, как правильно сделать стратегию, пишите в комментах, и мы, Сережа, еще обязательно здесь можем встретиться в течение нескольких недель и снять для вас еще какие-то крутые выпуски. А сейчас давай задам тебе пару фановых вопросов, которые мне всегда интересовали про тачки. Наверное, про продукты и самые такие курьезные моменты. Почему так сложно взять тачку в Барселоне, а скинуть ее в Париже? Эти прокаты так сопротивляются, не хотят тебе это делать, ставят заградительные цены. Что за тупость? Ну, потому что на самом деле по каждой стране, то есть мы в этих конкретно только в Испании выходим, но вообще из страны в страну риски того, что машину куда-то увезут. То есть там нету, допустим, офиса какого-то прокатного или еще что-то. В одном прокате, вот в каком-нибудь Херц, я хочу взять Херц, Барселона, Херц, там, не знаю, Фрэнс, и просто оставить там. Я конкретно по Херцу не скажу. Да вот любые, любые, вот все популярные, у которых в своей тачке, говорят, мы не хотим, чтобы так было. Привози в тот же офис давай, но если я хочу поехать, допустим, Испания, ладно, не другая страна, из Барселоны, там, в Валенсию, и остаться там на пляже и из Валенсии улететь дальше. Там в основном это логистика внутренняя какая-то. То есть я, ну как маркетолог, я в это сильно не погружаюсь на самом деле. Ну то есть, то, что я слышу на наших общих созвонах с отделом Саппорт, не Саппорт, а Сапплая, которые у нас работают с машинами, они говорят, что все эти доставки туда-обратно, то есть они, вот у них есть, стоит вот эта машина в данном офисе. Они хотят, им это удобно, это удобно именно прокату, потому что они контролируют свой прокат, они знают, что эта машина здесь, что она никуда не денется, что именно этот человек ответственный за вот эту машину. Там куча причин, на самом деле, про другие страны, про другие города. Объем спроса в Барселоне сильно больше, чем в Валенсии. Они хотят иметь наличие. То есть им, скорее всего, придется эту машину потом перевозить так же. То есть это еще отдельная доставка, это работа сотрудника. То есть на самом деле вопрос очень такой, несмотря на то, что я не знаю, может быть... Очень неудобная штука. Блин, они просто хотят в два раза дороже. Я не знаю, давно последний раз арендовал, наверное, в году в 19-м. Кстати, из-за этого не стал арендовать во многих странах, потому что я люблю, когда я приехал в какую-то страну, не просто сидеть в этом городе, а проехать где-то по побережью или по стране и сбросить тачку, полететь дальше. Но это какие-то нереально, либо денег каких-то выходит. Ладно, окей. Поэтому подумаем. Особенность этого бизнеса, скажем так. Это ниша. Наверное, так, да. Как знаешь, здесь частотка в этом городе 1000, в этом 10. И если сюда все будут скидывать машины, то надо будет катать их назад, потому что здесь тогда сапплай типа уменьшится. Да. Ну, наверное, так. Хотел тебя спросить еще, какой был самый угарный случай из вашего отдела саппорта, когда взяли машину, что-то с ней случилось? Ты бы сожгли, либо с обрыва там скинули. Ну, глобально это тоже бывает, конечно, но если очень коротко, блин, не знаю, можно говорить, нельзя, но допустим. У нас был клиент просто, допустим, скажем так. Ну, вообще, клиент X. Да, мы в целом вообще всех клиентов очень сильно любим, получают интересные кейсы. Был один человек, который приехал, я не помню, где он сдавал машину, по-моему, в Турции. И он там напился в ноль, там уже был на парковке, рядом с парковкой, куда машину надо скинуть. Очень сильно напился и закрылся в машине. И не хотел ее сдавать. Ему звонит прокатная компания, там в наш отдел поддержки, говорит, у нас клиент ваш закрылся в машине. Мы такие, пишем клиенту, что такое. Чувак выходил, да? Выходи. Он говорит, а я и не в машине. Он говорит, ну ты же в машине. А я и не в машине. Это прям реально моменты в Саус-Парке. Это там Том Круз, Том Круз, выходи из шкафа. А я и не в шкафу. Мистер Круз, мы знаем, что вы в шкафу. А я и не в шкафу. Он сидит такой, и типа, да, и это прям, это так странно. Мы вас видим? Мы стоим здесь, да? Это так сюрреалистично, по большому счету, потому что это, как бы кейсов, понятно, миллиарно. Это безобидно, просто угарно. Безобидно и смешно, потому что понятно, что кто-то там где-то, где-то там плохо себе повел. А этот человек такой напился, такой лежит, а я и не в машине. А было, что чувак просрал тачку, например, в какой-нибудь в Италии, на склоне оставил без ручника, она укатилась в море, разбилась, сгорела, и просто тачки нет. А с людьми все хорошо, естественно. Ну, такое тоже бывало, на самом деле. Ну, попадали в какие только передряги не попадали, в какие аварии только не ездили, потому что мы работаем там в Грузии, в Черногории, там где серпантины и вся вот эта вот история. Да, ну, то есть, случалось такое, что просто... То есть, вам звонил клиент, чтобы, знаете, как бы я тут, тачка сгорела, либо она в океане, как бы и... Да, да, да. Я почему говорю, что наш отдел саппорта, это как и вообще в мире автоматизации, вот этот персональный подход, ну, он как бы криминально важен, потому что, типа, такие проблемы возникают, ну, просто вообще нереальные. Ну, то есть, там говорят, что там клиент, который залил дизельный двигатель, бензин, или там еще что-нибудь такое, ты на это все как бы... Ну, это нормально, то есть, как бы это человеческая штука, потому что, тем более, еще со временем, будто бы становится все сложнее, потому что меньше людей постоянно водят, у меньших людей свои машины, меньше опыта, и там более интересные, интересные, курьезные вопросы появляются. Поэтому у нас отдел саппорта, это один из самых больших этих наших отделов, там огромное количество людей. Без них невозможно. И без них вообще невозможно этот бизнес, потому что у нас мы позиционируем себя как агрегаторы локальных прокатов, которые у нас ответственность, соответственно, с момента предоплаты, который вносится на сайте, и до момента возврата депозита. Ну, то есть, на всем этом процессе... При этом у нас отдел клиентской поддержки отвечает в течение двух минут. Сережа, вас очень хвалилось, если вы будете смотреть это видео, ребята с клиентской поддержкой, поэтому вам деспект. Ну что, увидимся с тобой тогда в новых выпусках, спасибо тебе за крутую инфу, про маркетинг, вообще про продукты, и вообще круто поговорили с тобой, всегда весело, интересно. Спасибо большое. Спасибо за тобой, вообще очень классно, потому что приз позвал, все организовали, это же очень классно. Еще увидимся. Супер, спасибо. Всем пока, ребята, подписывайтесь на канал.